Ну, начинаем мы с девушек на дистанции 500 метров. Вы видите положение в Кубке мира, лидер Кубка мира Ольга Фаткулина. Впервые за 4,5 года выиграла она первый самый этап, который проходил в Минске. За 4,5 года до этого Ольга не выигрывала этапов Кубка мира. И на третьем месте, обратили вы внимание, стоит Дарья Качанова. Кроме Ольги Фаткулиной и Дарьи Качановой, конечно же, будем следить и за Ангелиной Голиковой, которая побежит в восьмой паре вместе как раз с Ольгой Фаткулиной. Ангелина сейчас в Кубке мира на пятой позиции. Так что, как и в прошлом году, трио наших девушек в женском спринте прекрасно себя чувствует и находится на лидирующих позициях. Вот первая пара, да, Ванесса Херцег, обладательница Кубка мира и действующая чемпионка мира на этой дистанции, стартует в первой паре. Все из-за того, что на первом этапе в Минске она допустила два фальстарта, была дисквалифицирована, отправилась в группу «Б». Как, собственно, она сказала, было и очень непросто ей настроиться на соревнования в группе «Б». Настолько когда-то еще и чемпионка мира среди юниорок привыкла соревноваться в среде сильнейших. Посмотрите, теперь соперница Ванесса Херцег допускает фальстарт. Это трехкратная олимпийская чемпионка Йорин Терморс. Да, 500 метров, может быть, не является ее основной дисциплиной, но в чемпионате мира в спринтерском наговоре она чувствует... Она очень сильна, конечно. Безусловно, и в этом году мы наблюдаем за Йорин Терморс с особым интересом, ведь прошлый год она пропускала из-за того, что залечивала свои тяжелые травмы. Но вот строго к ней отнеслась стартер Янис Меген, как раз голландский стартер. Ну, там, в общем, сложно. И Ванесса более уже спокойнее, естественно, стартует, потому что и соперница она понимает, что не та, которой хотелось бы. 10.54, разгон Ванессы-Херцог, но быстрее обычно разгоняются только японки. Наши иногда тоже помогают. Но, по крайней мере, на предыдущих этапах, да, действительно, в районе 10.6, 10.55 наши девушки разгонялись. Посмотрим, посмотрим, как будет на этот раз. В данной паре, конечно же, Ванесса сейчас неоспоримый лидер. Мы это видим и по движению, и по прохождению дистанции. 37.81, но это далеко до рекорда катка, который установила действующая до сих пор, хотя и завершила карьеру рекордсменка мира, на этой дистанции кореянка Ли Санхва. 37.27 она бежала здесь, на этом льду. Ну, согласитесь, 37.8, больше полсекунды проиграла рекорду катка Ванесса-Херцог. Все-таки за вот те годы, которые прошли с момента установления этого рекорда, развивается, безусловно, конькобежный спорт, растут результаты. И, конечно, рекорды катка практически, ну, если не каждый год, то раз в 2-3 года обновляются. А вот рекорд Ли Санхва держится с 2013 года, 6 лет. Но все-таки дает должное Ли Санхва и рекорд мира феноменальный. Но к рекорду мира Ли Санхва уже вплотную подобралась Нао Кадайра. Ее личный рекорд уступает лишь 0,03 мировому рекорду. 36.39 у Нао Кадайра, 36.36 у Ли Санхва. Ну, а мы видим на дорожке канатку Хизер Маклин и польскую спортсменку Каю Зиомик, которая была четвертой в группе Б на предыдущем этапе. Но благодаря тому, что здесь далеко не вся японская сборная представлена, об этом будет время, еще поговорим чуть подробнее. Вот она получила право также здесь стартовать. И посмотрите, Каю Зиомик, какой фантастический разгон. Мы привыкли, что канатка так разгоняется обычно. А здесь польская спортсменка 24-летняя удивляет. Безусловно, удивляет. Удивляет на самом деле вообще в принципе спринт. Что посмотрим сейчас на результат, на самом деле очень интересно. Она так сейчас может и, ну практически, она практически прибежала к личному рекорду. 38.09 она так бегала на чемпионате мира в Инселе в прошлом феврале, в минувшем феврале. И сейчас 38.28. Ну что ж, браво. Да, это результат не на медаль, но тем не менее... Очень достойное, очень достойное время, очень достойное прохождение дистанции технически. Да, честно говоря, для меня вот этот Каю Зиомик вот с таким бегом очень большой сюрприз. Ну а у нас на старте третья пара. Это чемпионат Китая Чонпей, которая только в этом году появилась в национальной сборной на Кубках мира. Ну личный рекорд ее вы видите. Совсем одну сотую буквально до этого рекорда она не дотянула на сборах китайской сборной в Калгари в сентябре. И Жуи Нинтянь тоже молодая спортсменка, но она уже имеет в прошлом году достаточно серьезный опыт. Ну они практически ровесницы на два месяца буквально Жуи Нинтянь моложе, вернее старше, нежели Чонпей. И у Жуи Нинтянь в этом сезоне результаты практически такие же 38.46. Так что, в общем, они очень близки по своим достижениям нынешнего сезона. Но в Кубке мира пока, ну не сказать, чтобы блещут. На 21 позиции Чонпей, на 23-й Жуи Нинтянь. То есть в предыдущих этапах занимали позиции в конце дивизиона сильнейшего или вверху дивизиона Б. Уже с двойной получил Жуи Нинтянь и на первом шаге на старте, и на средине разгона. Прям как-то необычно для нее, в принципе, посмотрим, как сейчас закончится дистанция. Ну старается, старается, малым поворотом-то она, в общем, добирает. И выходит вперед, да, Джуи Нинтянь выигрывает в этой паре, как-то рано бросила работать. 38.73, пятый результат. Пей номер три, уже закончили. Это Винлайн Тайм. Время ставок. Самое время сделать ставку. На винлайн.ру Нет ставки, нет игры. Винлайн Тайм. Время ставок. Многие букмекеры дают бонусы. Но ты не можешь забрать выигрыш без дополнительных ставок. Выбирай фрибет от Винлайн и выводи выигрыш, когда хочешь. Фрибет без депозита, без отыгрыша, на любой коэффициент. Фрибет 1000 от Винлайн. Безусловно, твой. Фрибет 1000 от Винлайн. Фрибет 1000 от Винлайн. Безусловно, твой. Фрибет 1000 от Винлайн. Безусловно, твой. Фрибет 1000 от Винлайн. Безусловно, твой. Фрибет 1000 от Винлайн. Юн Юн Ким из Кореи. Джин Джудзин из Китая. Продолжают стартовый протокол на этапе Кубка мира в Нур-Султане. Но азиатские спортсменки на удивление не блещут слишком быстрыми разгонами. Похоже, только японки знают секрет этого разгона. Не получается пока, на самом деле, да, вы видите, типичные азиатские разгоны, даже и для китаянок, и для кореянок, хотя тоже способны показывать результаты. Но скромные, скромные результаты по 38,4-38,7, 4-6 место, то есть пока близко никто не может подобраться к результату Ванессы Херцог, но, впрочем, Ванесса Херцог хоть и бежала в первой паре, но мы прекрасно понимаем ее титул и ее умения. В прошлом году на Кубке мира она выиграла благодаря как раз своей стабильности, потому что ни одного старта не оказалось вне пьедестала почета. Вот как раз Ванессу Херцог вам показывают, но это не Британи Боу, безусловно. Британи Боу еще побежит на дистанции, и произойдет это даже не в предстоящей паре. Здесь, ну, скажем так, третий-четвертый номер голландской сборной, 23-летняя Саня Кидемилинг, в этом сезоне на голландском отборе пробежавшая 38-22, и Кимми Гетц, да, с высоким, безусловно, личным рекордом, который как раз она установила на национальном чемпионате США в Солт-Лейк-Сити в октябре 2019 года. И в этом сезоне как раз впервые Кимми Гетц, в общем-то, всерьез выбралась из-за рубежа 38 секунд. Ну, есть уже люди, кто быстрее 37 секунд бегают, в том числе и нашей стране. Ольга Факулина и Ангелина Голикова имеют личный результат из 37 секунд. Но о наших девушках мы поговорим чуть позже, это будет, безусловно, яркое зрелище. 10-65, Кимми Гетц все-таки неплохой разгон сделала, посмотрю, как она сейчас работает в спину. Ну, мне кажется, очень здорово, что Саня Кидемилинг отработала поворот, и уже, в общем, Кимми Гетц не просто сейчас будет догнать. Но хотя нет, нет, все зависит от поворота, конечно. Чисто отрабатывает, да, вровень, вровень выходит, и упорная борьба на финишной прямой. До последних метров сейчас, конечно, накатывает она. На 3 десятых быстрее круг ходом сделала Голландка, этим как раз голландские девушки, да вообще голландские спринтеры и славятся. Может быть, не всегда выдают супер разгон, но вот эти потери на разгоне как раз и стоят им медалей, потому что одним только кругом в спринте не обойдешься. Хотя вот этот результат Саня Кидемилинг на круге, безусловно, зафиксируем. Так, для сравнения, скажем, с последующими парами. А вот как и раз показывает Бриттани Боу, разминается, готовится к старту. Ну, безусловно, одна из претендентов на медали, хотя выиграть ей, мне кажется, будет достаточно сложно. И за ней так, вдалеке Дарья Качанова, спокойно одевает конечки. Хайлен Эрвайн, еще одна канадка. И Мишель де Йонг, красотка из Голландии. Тоже дебютантка нынешнего сезона голландской сборной. В общем, так всерьез влилась в состав, постоянно тренеры ставят ее и в командном спринте. В общем, всерьез на нее рассчитывая, голландки в этом сезоне два этапа выиграли. И один раз были вторыми, а не в командном спринте, лидеры Кубка мира. На второй позиции в этом зачете российская сборная. Пайлстарт сейчас у голландки, по-моему, дернулся она все-таки немножко. Ну, сейчас посмотрим, что скажут судьи. Ну, да, действительно, были движения у голландки. Сейчас увидим белый. Движение вперед было у нее. А, спорно, спорно, да. Тут очень тонко, кто все-таки... Канадки, скорее всего, дадут. Она первая. Чуть-чуть стригалась голландка, но сорвалась с места первая канадка. Да. И вот произошло ли это уже после выстрела стартового пистолета или до? Это сейчас нам скажут судьи. Судья есть специальный, который следит за стартующими. Как раз Ванесса Херцег, вспоминая это в Минске, жаловалась на судью, который сделал ей замечание, что она слишком медленно садится, готовится на старт. Фальстарт дают канадки, да. Слишком медленно она садилась в позицию для старта. И во второй раз она сделала это быстрее. И как раз это и привело ко второму фальстарту и дисквалификации Ванессы Херцега. В этот раз обошлось все. Да, голландка немножко подбуксовала на старте. Из-за этого явно проигрывает забег на первую отметку 100 метров. Ну, впрочем, Кайли Нервайн на... 10,55. Да. Уже все-таки очень хорошая разгона для... 10,54 было у Херцега. Да, то есть это вот уже такая фундамент. Фундамент для хорошего результата. Но у Кайли Нервайн далеко не всегда получается круг-ходом. Вот, условно говоря, как у Гоголя, да. Если сложить одного с другим. То есть если бы к разгону Кайли Нервайн добавить круг Саннике Денилинг, но это 38,42. Да, круг, конечно, слабый, показывает Кайли Нервайн. Ну, 0,3 секунды она проиграла Саннике Денилинг. При таком разгоне, да, по идее хороший разгон дает тебе отличную скорость и уход на круг. Ты и на круге должен выше скорость показывать. А у Кайли Нервайн получается чаще всего наоборот. Но, на самом деле, мы так с Саннике Денилинг сравниваем. Я сейчас еще раз посмотрел протоколы. У Ванессы Херцег круг-ходом получился и вовсе 27,2. Вот, еще и еще раз показывают. Ну, что ж, интересно, сумеет ли стартовав в первом забеге Ванесса Херцег снова вернуться на пьедестал-почет. Сейчас много претендентов. Ну, а мы продолжаем пока за голландками и канатками наблюдать в ожидании россиянок и японки Юта Леердам и ее соперница Марша Худи. Юта Леердам тоже из молодого поколения голландских спринтеров. В этом сезоне на национальном отборе 38,32 бежала на равнинном катке в Херенвейне. Марша Худи лучший результат в сезоне свой показала в Калгари. На одном из самых быстрых катков мира 37,72. Это вот, конечно, с одной стороны плюс канадцев, что они круглый год могут тренироваться на втором, наверное, в мире по скорости, по количеству мировых рекордов катке. А в то же время, когда приезжают в Европу и оказываются на равнинных катках, испытывают порой очень серьезные трудности. Сейчас снова вот в канадско-голландском дуэте. Фальстарт у канадки был. Да, по фальстартам Канада выигрывает у Голландии 2-0. По разгону тоже. Да, и по разгону тоже. 10.43. Лучший разгон дня. Но давайте смотреть на круг. В принципе, вроде бы, кажется, хорошая такая низкая посадка у канадки. Но вот какие минусы? Вроде бы мощно едет. Ну, такое ощущение не попадает немного, не попадает чуть-чуть. Потому что видим сейчас, как накапывает Ютролейрдам. И, в общем, да, и, кажется, выигрывает даже в этой паре. Понятно, это абсолютно одинаковый результат. Но будут сейчас смотреть тысячные. Смотрите, больше третьей секунды на круге ходом марши Худи проигрывает. То есть, отыграла она практически 60-х. Да. Получается, нет, 2-10-х она, по-моему, 3-10-х она проиграла на разгоне. А в итоге, да. В итоге, 6-10-х отыграла. Нет, 3-10-х проиграла на разгоне, а кругом эти же 3-10-х и отыграла. Потому что результат у них одинаковый. Перепутал уже. Ну, что ж. Вот, здесь вот прямо видно, как попадает голландская спортсменка и промахивается канадская. Ну, сейчас еще какие-нибудь тысячные в пользу Лейердам могут выдать. Но это уже мы увидим в протоколе чуть позже сообщим. Ангелина Голикова в восьмой паре будет соперничать с Ольгой Фаткулиной. Потрясающе, конечно, у нас сейчас спринтерская команда под руководством двукратного чемпиона мира Сергея Клевченя. В этом сезоне сложилось девушки, хоть и разных поколений, но очень здорово сотрудничают с друг другом и друг друга подстегивают. И Ольга Фаткулина, которая была еще в 2013 году чемпионкой мира среди взрослых на дистанции тысячи метров. А до этого еще выигрывала юниорские чемпионаты мира. Сейчас получила новый стимул и прекрасно себя чувствует. Самое главное, обошлось сейчас для наших девушек без поистартов. Ангелине есть что доказывать в этом сезоне, пока ей не удалось забежать на пьедестал почета. Отлично, 10-48 и 10-62. Шикарный от наших девушек разбег. Если от Ангелины вот эти 10-48 мы ждем почти всегда, то то, что Оля выдает 10-5 разгона, это просто великолепно. Она все жаловалась, что у нее нет хорошего разгона, что ей в этом компоненте надо прибавлять. Но вот соперничество и сотрудничество, оно рождает как раз высокие результаты. Хорошо, сейчас Оля удержала поворот, но не хватило чуть-чуть. Но Ангелина 10-37-58. Обе обыгрывают Ванессу Херцог. И посмотрите какой круг. У Фаткулиной такой же, как у Херцог, а у Голиковой 27-1 круг ходом. Потрясающе, потрясающе покажут результаты нашей девушки. И обе обновляют лучшие достижения в этом сезоне. Ну, если Оля Фаткулина на одну сотую бежит быстрее, чем на чемпионате России в Коломне, то Ангелина Голикова сбрасывает со своего лучшего достижения в этом сезоне сразу 3 десятых. Браво, Ангелина! Ну и Ольге тоже браво. Ванесса Херцога поможет. Но она понимает, что ей, в общем, уже не попасть сегодня на пьедестал. Ведь еще 4 спортсменки побегут в двух следующих парах. И каждая из них готова соперничать с результатом Ванессы Херцога. Приятное положение в таблице «Эх» бы сейчас закончат эти соревнования. Но нет, дождемся даже Котяна. Конечно же. Британи Боу, вчера выигравшая тысячу метров. И, в общем, регулярно попадающая в призы на дистанции 500 метров. В этом сезоне, правда, оба раза на 500 метровой дистанции она оставалась рядом, но за чертой призеров. Ну и на Ау Кадайра тут, в общем, характеристики-то излишни. Во-первых, олимпийская чемпионка, обладательница второго результата в истории. Во-вторых, девушка, которая имела серию из 23 подряд побед на этапах Кубка мира. Эта серия прервалась как раз на первом этапе в Минске, когда выиграла Ольга Павкулина. Но прошлый этап Кадайра уже снова опередила наших девушек. И удивительно. Да, Британи сейчас как разгоняется. Да, то, что... Также по 10-5. То, что Кадайра проиграла Британи Боу на разгоне, это просто удивительно. Какие-то странные вещи творятся сейчас на льду в Нур-Султане. Может быть, наши девушки на них так повлияли. Поразили своим бегом. Ну, бег действительно был классный. Британи старается бьется за результат. Кадайра как отлично отработала малый поворот. Вырывается вперед, но... Они проигрывают и... Ну, Кадайра проиграла Голиковой. А Британи Боу проигрывает... Только пятая становится. Пятая, да. Проигрывает еще и Ванесса Херцег. Но Ванесса Херцег уже точно не на пьедестале. Пока Голикова Кадайра Фаткулина. Такова тройка призеров. Виртуальная тройка призеров. Ну, посмотрим. Я думаю, только Даша сейчас может вмешаться еще в спорт за медали. Вот следующий парень. Ну да, Минсуким Кореянка, да, конечно, удивила всех нас на этапе в Минске. Когда стала четвертой. Но, с другой стороны, конечно, у нее личный рекорд. Посмотрите, какой 37-46. У Минсуким звездочка, которая уже несколько лет в корейской сборной. Она, наверное, чуть ли не в 16 появилась. Ну и Даша Качанова, мы уже много говорим о ней, как она постройнела, как она улучшила, экономизировала, я бы так сказал, свою технику. Это вернее, наверное, будет сказать. В этом году. Очень много лишнего отбросила. Да, и, в общем, результаты не заставили себя ждать. Если в прошлый сезон девушки начинали на чемпионате России 38-2, практически вся наша сборная, то в этом году они уже по 37-8 бежали. И продолжение. Мощно-мощно, конечно. Вот какой хороший разбег. 10.35. Невероятный разгон от Дарьи Качановой. Фантастика просто. И сейчас еще кореянки в спиду чуть-чуть поработают. Как раз сейчас хорошо отработать надо. Даша тут мощно, мощно-мощно бежит Даша. Удержать теперь малый поворот. И не просто удержать, а отбежать его как нужно надо. Мощно-мощно, спаляется. Но лучше, конечно, Качанова. Чуть-чуть вроде бы накатывает на финиш. И вторая. Одну сотую, проиграв Ангелине Голиковой. Первое, второе место у россиянок. И снова вчера мы радовались, когда на 500 метров наши ребята выиграли золото и серебро. Виктор Муштаков и Руслан Мурашов. Их разделило в 0,005 секунды. Сейчас посмотрим, какой результат точно покажут Дарья Качановой. Пока разницу показали в одну сотую. Но там еще досчитают тысячные. Досчитают. Да, Качанова вторая. Но согласитесь, какая стабильность. Три этапа Кубка мира. Даша вторая, третья вторая. Ангелина впервые в этом сезоне выигрывает этап Кубка мира. Согласитесь, тоже здорово. Из трех этапов два выиграли россиянки. И все разные. Фаткулина и Голикова. Отлично. Ангелину поздравляем. Неуютно. Она как-то чувствовала себя с результатами в районе шестого, седьмого, восьмого мест на первых двух этапах Кубка мира. Ну вот, лед почище немножко. Может быть, прошли какие-то мелкие болячки. Ну, полегче бежится здесь. И она впереди. Всех сильнейших. Браво. Браво. Немножко не хватило Оли Фаткулиной, чтобы сейчас сместить на Укадайру. Прям 13 тысячных. 13 тысячных совсем. Но вчера такая же ситуация была, когда Артему Арефьеву не хватило одной сотой секунды для того, чтобы полностью весь пьедестал почета был российским. Ну что ж. Как приятно видеть финальную таблицу. Да. 16 тысячных между ними, между Ангелиной Голиковой и Дарьей Качановой. Ничтожный разрыв. И браво нашим девушкам. Ну, давайте еще буквально секунду-другую дождемся окончательных протоколов официальных. Потому что то, что я вам называл, это все-таки на сайте. Да, в лайв-трансляции на официальном сайте Международного союза конькобежцев. Вот Ангелина Голикова 37.58. 37.60 у Дарьей Качановой. 37.72 у Кадайры. 37.74 у Фаткулиной. 16 сотых секунды. И это 4 позиции. Иванаса Херцег проигрывает четверть секунды Ангелине Голиковой, как и Британи Боу. Ну, а все остальные уже, конечно, достаточно далеко. Но вот эта шестерка, вместившаяся в четверть секунды, это, конечно, очень плотная борьба. И, по идее, выиграть может любой из этой шестерки. Ну, и буквально еще доли секунды, и нам представят уже положение в Кубке мира. Ольга Фаткулина по-прежнему лидер. Кадайра на второй позиции, отступая ей очко. Даша Качанова тоже рядом. Одинаково. И Ангелина Кадайра впереди только потому, что она один из этапов выиграла. И Голикова присоединяется к этой гонке. Продолжение следует...